Сторона защиты настаивала на некоторых неточностях постановлений Черногорского суда. Фактически заседание проходило 5 февраля. А документ постановления датирован четвертым, из чего адвокат сделал вывод, что решение об аресте принималось судом предвзято и заочно. Также защита настаивала на том, что Василий Смольников не был осведомлен о предстоящем судебном заседании. Напомню, Смольников скрывается от следствия за границей. В суде были представлены копии билетов, купленных обвиняемым в Таиланд и обратно для всей семьи. И семья 29 января вернулась, а господина Смольникова в самолете не оказалась. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Выслушав все доводы, Верховный суд постановил путаницу с цифрами Черногорского суда посчитать технической ошибкой и исправить. А заочный арест Василия Смольникова оставить в силе. Защита таким решением осталась недовольна. Достаточно интересная ситуация происходит. Вопрос об участии Смольникова в судебном заседании судебной первой инстанции, как я уже сказал, не рассматривался. Как вы увидели, и суд второй инстанции, и вопрос об участии Смольникова при осмотрении апелляционной жалобы даже не обсуждал. То есть, видимо, Смольников в данном этапе в процессуальном качестве никому не интересен. Смольников в данном этапе в судебном заседании судебной первой инстанции, как я уже сказал, не рассматривался. Смольников в данном этапе в судебном заседании судебной первой инстанции, как я уже сказал, не рассматривался.